В госавтоинспекции провели брифинг для представителей средств массовой информации. Журналистами обсудили ситуацию по детскому травматизму. Этот год отметился ростом дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Неутешительную статистику озвучил журналистом начальника сбестовской госавтоинспекции Евгений Кутарев. По итогам 7 месяцев 2016 года зарегистрировано рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Всего было зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 детей получили травму. Получается, из этих 5 дорожно-транспортных происшествий один ребенок – это пассажир и 4 ребенка – пешехода. Все дети пострадали по вине у нас водителей. В двух случаях наезды на юных пешеходов были совершены на пешеходных переходах, когда водители проигнорировали запрещающий сигнал светофора и правила, обязывающие предоставлять преимущество пешеходу, двигающемуся по зебре. При этом Евгений Кутарев отметил, что пешеходных переходов в городе по-прежнему не хватает. У нас есть уже решение суда о необходимости обустройства поления пешеходного перехода. Остаются потребности, есть определенные. Есть обращение граждан, поступает и по улице Плеханово, то есть о необходимости обустройства дополнительного пешеходного перехода. Поэтому, конечно, количество пешеходных переходов необходимо еще дополнительно. Профилактическую работу инспекторы ГИБДД ведут как с детьми, так и со взрослыми. Проводят встречи на предприятиях, на родительских собраниях, в образовательных учреждениях. В частности, взрослым рассказывают о необходимости использования сертифицированных детских удерживающих устройств. Мы в первую очередь обращаем внимание на наличие детского удерживающего устройства. Для начала есть такие категории, дальше детского удерживающего устройства, которые не обеспечивают безопасные условия для перевозки детей. И, конечно, за такие устройства мы привлекаем к административной ответственности. В связи с началом учебного года начальник госавтоинспекции Асбеста рекомендовал водителям выбирать безопасную скорость вблизи образовательных учреждений. А родителям посоветовал проверить безопасность маршрута дом-школа-дом, по которому следует их ребенок. Татьяна Мельникова, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.